я приветствую на своем канале моих подписчиков и тех зрителей которые пришли сюда в поисках нужного и интересного для них контента о чем сегодня буду рассказывать поскольку у меня в работе есть вот такой вот диктофон zoom h2n у него производителем предусмотрено как пишут и говорят возможность фантомного питания у меня есть микрофон бм 800 и китайская подделка по качеству мне очень нравится плюс цена меня вполне устраивает для того что я делаю он требует фантомного питания в технической документации производитель заявляет что ему нужно плюс 48 вольт диктофон h2n 48 вольт не выдает он выдает по оценкам того материала который я посмотрел в интернете он дает от двух с половиной до трех вольт так называемый plug in power то есть дополнительного питания но это не классическая фантомная 48 вольт у него для этого внутри нет технических таких возможностей и я сегодня хочу сделать незначительный небольшой тест для того чтобы послушать и оценить как вот этот вот микрофон бем 800 и будет работать от диктофона h2n в первом тесте я буду подавать питание с диктофона на микрофон вот эти самые plug in power сколько вольт нигде я точно не нашел информации не в интернете не на сайте производителя но как я уже сказал речь идет о напряжении от плюс два с половиной до трех вольт и во втором варианте я буду пользоваться вот этим вот микрофоном и подавать на него классическое напряжение 48 вольт с вот такого источника фантомного питания куда присоединены все необходимые разъемы все это сделать будет очень просто я вам покажу крупным планом я буду просто отсоединять разъем от источника питания 48 вольт и напрямую подключать микрофон кабелем с вот таким вот джеком на цифровой диктофон и во втором тесте я соединю полностью всю систему в сборе подам фантомное питание с блока питания на микрофон а подачу фантомного питания на диктофоне выключу запишу два файла буду делать небольшие паузы для того чтобы можно было оценить внутренний шум и по результатам сделать для себя определенный вывод зачем я сделаю этот тест для того чтобы для себя определиться стоит ли мне таскать с собой вот этот вот блок питания usb зарядку к нему дополнительный шнурок это все вес или может быть стоит обойтись вот такой вот абсолютно нормальным компактным устройством и запитывать микрофон от него послушаем качество я сделаю выводы но и те кто слушает и смотрит это видео рекомендую это делать в хороших наушниках потому что с смартфона или с компьютера на его маленькие динамики вы никогда не услышите разницу особенно то что касается внутреннего шума и изменений в тембре голоса итак поехали итак первый тест я подключаю микрофон напрямую шнуром от микрофона к цифровому диктофону фантомного питания сейчас нету и вы видите что любые попытки активировать микрофон не работают включаем фантомное питание или скажем так то что называется у него внутри plug in power заходим меню вход look in power вот эту опцию она у меня сейчас положение of выключена я ее включаю как видите появился сигнал с микрофона и я могу регулировать его чувствительность вращением ползунка на диктофоне то есть вот это вот сейчас у меня стоит максимальная чувствительность микрофона я выставляю где-то до 6 от 12 до минус 12 до минус 6 децибел и сейчас произведу тестовую запись подавая питание с цифрового диктофона на микрофон bm 800 внимательно слушаем вы чуя неладное бросаетесь к ученым врачам затем к шарлатанам а бывает и к гадалкам как первое и второе так и третье совершенно бессмысленно вы сами понимаете и все это кончается трагически тот кто еще недавно полагал что он чем-то управляет оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике и окружающие понимая что толку от лежащего нет более никакого сжигают его в печи а бывает еще хуже только что человек соберется съездить в кисловодск тут иностранец прищурился на берлеза пустяковое казалось бы дело но и этого совершить не может потому что неизвестно почему вдруг возьмет подскользнется и попадет под трамвай неужели вы скажете что это он сам собой управил так неправильнее ли думать что справился с кто-то совсем другой и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком пауза закончилась послушали внутренний шум всей системы и на этом запись заканчиваем и для того чтобы сделать следующий тест мне необходимо переключить выход вот сюда вот с микрофона что мы делаем то есть выход мы переключаем на карту вот сюда вот подключили а вход вот этим вот кабелем мы поддаемся на вход микрофона на выход микрофона так систему собрали фантомное питание подается фантомное питание я сейчас выключу она мне в данном тесте не нужно выключил фантомное питание микрофон по-прежнему продолжает работать и что я увидел интересного мне необходимо уменьшать чувствительность микрофона через настройки диктофона то есть путем подачи классических 48 вольт чувствительность микрофона 100 изменилась назовем это так и я начинаю уменьшать до своих посерединке минус 12 минус 6 то есть вот где-то так есть и сейчас я буду писать подавая питание именно с вот этого источника вот питание у меня есть вот мой источник вот мое пишущее устройство точно так же начитаю текст потом возьму небольшую паузу послушаем шум продолжу начистку текста и закончу эту работу ну поехали запись с использованием фантомного питания 48 вольт виноват мягко отозвался неизвестный для того чтобы управлять нужно как-никак иметь точный план на некоторый сколь-нибудь приличный срок позвольте же вас спросить как же может управлять человек если он не только лишён возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок ну лет скажем в тысячу но не может ручаться даже за свой собственный вчерашний день и в самом деле тут неизвестный повернулся к берлиозу вообразите что вы например начнете управлять распоряжаться и другими и собой вообще так сказать входите во вкус и тут у вас как саркома легкого тут иностранец сладко усмехнулся как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие до саркома жму раз как код повторил он звучное слово и вот ваше управление закончилось ничья судьба кроме своей собственной вас более не интересует родные вам начинают лгать вы чуя неладное бросаетесь к ученым врачам затем к шарлатанам а бывает и к гадалкам этого вполне достаточно для того чтобы продемонстрировать разницу в этой записи ну и теперь переходим к подведению итогов сейчас будет следующий ролик следующая заставка и так результаты результаты достаточно ожидаемые первый тест когда подавалась дополнительно это не называют а фантомное питание с диктофона цифрового на 800 микрофончик он неплохо работает хорошая чувствительность записывает и выполняет все возложенные на него функции а вот когда я поменял питание я подключил фантомный источник классические 48 вольт через его все родные кабеля и подал этот сигнал на цифровой диктофон и сделал запись на то же устройство что и в предыдущем тесте только питание подавалось с другого источника я реально услышал две вещи первое то есть внутренний шум ушел то есть практически в паузах полная тишина нету дополнительного шума второе намного улучшилось качество голоса то есть частотный диапазон голоса расширился голос стал более приятный четкий чистый фактически при такой записи на цифровой диктофон используя внешний источник фантомного питания я получил звук который практически не нуждается в постобработке то есть его сразу можно выдавать на любой видеоролик на озвучку в интернет везде куда вам захочется вы не тратите на это время но для компактности если у вас мало места в багаже у вас незначительная работа на выезде вполне может сработать вот этот вот диктофон в паре с таким микрофоном подаем фантомное питание отсюда и незначительная обработка звука то есть для этого нужно применить в любой из программ обработки звука шумоподавитель убрать те внутренние шума которые наслаиваются в этой системе и параметрическим эквалайзером немножко подтянуть частотный диапазон голоса и вы получите практически ту же картину но делать выбор вам мои зрители я же пока для себя остановился фантомное питание к этому микрофону не продавать оставить его у себя в пользовании и при снятии видео и пользование вот таким вот микрофоном подключать его через этот блок питания а на что уже писать я себе буду выбирать или прямо на камеру или на цифровой диктофон или через внешнюю звуковую карту на компьютер в любом случае боремся за качественный голос который занимает до 50 процентов положительных эмоций у зрителя когда он смотрит видео но я прощаюсь с вами до скорых встреч пишите комментарии не забудьте поставить лайк я все-таки для вас старался